Дворовую территорию, прилегающую к многоэтажкам по улице Рябиновой, можно смело назвать образцом благоустроенности. Уютные детские площадки, скамейки, дорожки вымощены тротуарной плиткой. Одним словом, красота. Однако, прежде чем выйти во двор, который, казалось бы, с первого взгляда располагает к нетроплевому променаду, многие жители вначале осматривают территорию на предмет нежеланных гостей на колесах, которые представляют немалую опасность как для малышей, так и для подростков, а порой и для людей постарше. Это касается и частных автомобилей, и такси, и транспорта коммунальных служб, которые заезжают прямо на тротуар, причем скорость их движения зачастую превышает положенные 20 км в час. Они даже на нас вообще не обращают внимания, то есть на наши просьбы убедительные, то есть чтобы они сюда не заезжали, они просто-напросто игнорируют наши просьбы и заявляют, что сюда есть подъезд к этим домам, то есть мы можем сюда заезжать. Действительно, тот факт, что на въезде во двор нет знака «жилая зона», значительно усугубляет ситуацию. Его отсутствие и дает водителям право безнаказанно разъезжать по двору. Не особо задумывалось о безопасности детей, которые не ровен час попадут под колеса железного коня. Кто виноват? Конечно, водители, которые игнорируют иные пути движения. А за ответом на вопрос, что делать, наша съемочная группа обратилась в госавтоинспекцию. При новых застройках, таких как в микрорайоне Вулька, в том числе на улице Рябиновая, уличная дорожная сеть организована таким образом, чтобы исключить выход граждан непосредственно из подъезда на проезжую часть. В связи с этим заезд во дворовые территории на данном участке дороги запрещен. Что касается пониженного бордюрного камня, то данный бордюрный камень изготовлен для того, чтобы обеспечить проезд велосипедистов, инвалидов-колясочников, а также коммунальных служб, транспортных средств, дорожно-эксплуатационных служб, транспортных средств с наклонной белой полосой на борту и других транспортных средств, которые обслуживают торговые объекты либо организации. При этом должна быть обеспечена полная безопасность дорожного движения. Кстати, табу на въезд распространяется и на владельцев авто, проживающих в многоэтажных домах по улице Рябиновой. И вроде бы все хорошо, с одной стороны, если водители не будут нарушать ПДД. Мамы, защищенные буквой закона, теперь могут отпускать своих малышей резвиться в ближайшую песочницу. Однако, с другой, данный запрет не дает жильцам элементарно подъехать к собственному подъезду. Как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Ответ на этот вопрос нужно было давать на стадии проектирования.